Здравствуйте зрители моего канала. Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию фильмов про Человека-паука и Венома на Blu-ray и 4k. На экране вы видите первую трилогию про Человека-паука. Это трилогия Сэма Рэйми, в которую роль Человека-паука сыграл Тоби Магуайр. Данная трилогия представлена у меня таким изданием, где в общем слипе представлены три фильма. Это Человек-паук, первая часть, далее Человек-паук, вторая часть, и наконец Человек-паук 3, Брак в отражении. Первый из этих фильмов вышел в 2002 году, далее в 2004 году вышел фильм Человек-паук 2, и наконец третья часть, Человек-паук 3, Брак в отражении, вышла в 2007 году. Кроме самих фильмов, у меня в коллекции есть саундтрек к первому фильму, Spider-Man, музыка из и вдохновленная российское издание на CD. Такая вот трилогия, которая была большим событием в 2000-х годах, так как оказала большое влияние на развитие супергероики на больших экранах. Далее, спустя пять лет, после Человека-паука 3, в 2012 году, вышла выходить идеология про Нового Человека-паука, где главную роль Человека-паука сыграл Эндрю Гарфилд. Первый фильм эпидеологии «Новый Человек-паук» представлен у меня в двух изданиях. Это обычные блюры и в формате 4К. Данный фильм вышел в 2012 году, а далее в 2014 году вышло его продолжение «Новый Человек-паук. Высокое напряжение», которое получило смешанные отзывы, поэтому продолжений серии с Эндрю Гарфилдом не было. В экзамене второго фильма, кстати, идет такая вот карточка. Далее права перешли к киносцене Марвел. Точнее, Марвел и Соня договорились, что Человек-паук станет частью киновселенной Марвел. И следующая трилогия, в которой сыграл Том Холланд, уже относится к киновселенной Марвел. Первый сольный фильм из этой трилогии вышел в 2017 году «Человек-паук. Возвращение домой». Далее, спустя два года, в 2019 году, вышел «Человек-паук. Вдали от дома», где снова сыграл Том Холланд. И, наконец, «Человек-паук. Нет пути домой». Последний, на сегодняшний день, сольный фильм «Прошел Человек-паук. Пошел в 2021 году». Он у меня представлен испанским изданием. Кроме Испании, русский язык на обоих дисках можно найти в Скандинавии. А в остальных странах русский язык возможен только на диске формата 4К. Далее, в 2018 году вышел полнометражный анимационный фильм «Человек-паук. Через вселенная». В котором появляются «Человек-пауки» из разных вселенных. Данный фильм позволил студии Sony Animation, которая занималась созданием этого фильма, впервые выиграть «Оскар». За лучший анимационный полнометражный фильм. То есть, данная награда обычно получает Disney или Pixar, что впрочем одно и то же. И данный фильм позволил студии Sony Animation все-таки получить данную награду. Далее, осталось два фильма про Венома, где главную роль сыграл Том Харди. Это фильм «Веном», который вышел в 2018 году. И фильм «Веном 2», который вышел в 2021 году. «Веном 2», который представлен у меня скандинавским изданием. Здесь ситуация аналогичная «Человек-пауку». «Нет пути домой», то есть русский язык на обоих ладисках можно встретить в Скандинавии и в Испании, а в других странах только в формате 4К. Кроме фильмов, и с удовольствием к первому фильму, у меня в коллекции также есть комикс. Марвел «Паучьи миры», в котором представлены пауки из разных вселенных. И который вдохновил фильмы «Человек-паук. Через вселенные» и «Человек-паук. Нет пути домой» на идею пауков из разных вселенных. Так. Так. Вот такие вот фильмы у меня в коллекции, то есть некоторые в формате 4К, некоторые в формате Blu-ray. Но можно собрать коллекцию только из 4К. Единственное исключение, что единственный фильм, который не выходил с русским языком на 4К, это фильм «Новый человек-паук. Высокое напряжение». Все остальные фильмы выходили в обоих форматах, как на Blu-ray, так и на 4К. Такая вот моя коллекция. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, ждите новых видео. Коллекция у меня большая. Пока. 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 Пока.